всем здорова сегодня у нас на канале мини обзорчик на мойку высокого давления bosch универсал aquatac 130 бар смотрите сами читайте характеристики наклейка была целая то я уже на на почте срезал то есть ее никто не открывал она как была запечатана с завода так и приехала мне на новую почту запечатана никто ее там не открывал перед отправкой тут пишет вроде бы как германия другой стороны коробка уже пишет по-другому что якобы сделано в китае сделано в китае разработка германии ну больше так как бы спокон веков была германия сейчас распакуем посмотрим что внутри я еще ничего отсюда не вытаскивал только так на новой площадке открыла так заглянул и все и назад закрыть сразу давайте посмотрим сразу размеры коробки итак высота коробки 43 с половиной примерно так ширина 36 и боковая ширина 35 передок ширина 36 сразу инструкция что куда подключать тоже какие-то тут есть коды товара есть дополнительные коды надо на как бы дополнительные аксессуары покажу вам порядок подключения сверху смотрим сразу у нас основная насадка и фильтр фреза грязевая на там какой-то шарик с дырочкой туда-сюда так грязевая фреза грязевая фреза это просто и вей веер нужно будет крутить туда-сюда на эту точку выставлять в комплекте был фильтр резиночка есть сеточка есть так впервые открываем покажу как она завода тут все лежит так шланг высокого давления ну на взгляд так по качеству норм максимум 150 бар максимум 60 градусов конкретно шланга выдерживает должна быть 6 метров часть от пистолета и 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 выбрасывает и покупает нормальный. Я, скорее всего, тоже буду покупать другой пеногенератор. Так, вроде нас потом надо вытаскивать стыр. Так оно все выглядает. В колесе тут какие-то картонки стоят. Их просто в сторону вытаскиваешь и все. Сетевой кабель вроде бы пятиметровый должен быть. Просто включить, выключить и все. Никакого тут регулирования давления нету. Давление одно. Так, пистолет на своем месте тут нажимать надо. И вот такой дробаш. В общем, вот так нажимаете. Все, я поднял. Оно само автоматически тут защелкнулось. Высота тут регулируется. Итак, на самом устройстве подробные характеристики. Максимум 7 литров в минуту. Минимум 6 литров. Давление от 90 до 130 бар. По децибелам 90 децибел шумит она. Максимум 40 градусов. 7,8 килограмма. 1,7 киловатта. Выпуск 0,8-21 год. Ну и мадренчина написано. Вот сюда заходит вода. Тут еще дополнительный фильтр стоит. Помимо того, что есть отдельно. Ну, это выход уже под шланг высокого давления. Сзади выход. Вход с той стороны, а выход с задней части. Какие-то следы чего-то. Какая-то смазка, не знаю. Так, еще один из важных моментов. Это характеристики вот этого коннектора, потому что, допустим, если покупать пеногенератор, нужно знать, какой коннектор у него. Их очень много видов. Смотрите, вот. Это вторая часть. Общая длина вот этого конкретно. 28,9. Подождите. Приблизительно 28,29. Приблизительно 29 миллиметров. Так, вот эти зубья 7,5. На 14. 14. 14. 14. 14 миллиметров. Ну, в общем, так-то. Ну, это такое уже дополнительное измерение. Может, они и не нужны. В общем, я их причиню. А, ну... Тихо тай гуни, где, дом. 66 миллиметров, а по эту 60 миллиметров. Ну, в принципе, и все, что вам еще рассказать. Могу рассказать по поводу цены, покупал я мойку на Черную Пятницу, цены были абсолютно разные, начиная от 4800 гривен до 7200, ну, я же, соответственно, взял за 4800 грн, с какой мойкой я еще, но с какими мойками сравнивал ее, какую уж купить. Ну, примерно в такой же ценовой категории была еще по сравнению Керхер К3, но я что-то пересмотрел много видео про мойку К3, мне она крайне не понравилась. поэтому будет еще вторая часть, примерно весной. Буду ее тестировать. А пока только распаковка и так общие впечатления. пока позитивные впечатления о мойке, так что до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok